Логические запринетные. Они будут вас записывать, да. Они записывают. Сегодня официально начали массовую вакцинацию спутником ВИИ. Здесь, в 9-й поликлинике Барнаулат, всей массы городского населения, не считая врачей, привились пока 10 человек. Дозвониться можно через колл-центр, хотя проблемы со связью и бывают. Говорите. С 8 до 12 и участковый терапевт. А у нас от лодочка, если что. Слушай вас, говорите. Пожалуйста, до свидания. Спасибо. Меня не слушают. Это колл-центр 9-й поликлиники. Записаться на прививку от ковида в Барнауле можно еще и в первой. Пока только в этих двух учреждениях техника позволяет хранить вакцину. В 9-й, например, получили 3,5 тысячи доз. И теперь на прививку может записаться любой, кто отвечает параметрам. Противопоказания для прививки – это возраст от 18 до 60 лет. То есть старше 60 лет мы не прививаем. Это острые заболевания, такие как ОРЗ, ОРВИ. После этих заболеваний можно прививаться только через 2-4 недели. Желающих вести себе спутник уже немало. Каждый оператор колл-центра в день принимает порядка 50 заявок. Кстати, прививочная кампания среди медиков, по крайней мере, в Барнауле, подходит к завершению. Мы, например, совершенно случайно во время съемки встретили в поликлинике главного внештатного инфекциониста края Валерия Шевченко. Он сам поставил прививку и привез на вакцинацию медиков из спеццентра. Были здесь и другие специалисты. Все подчеркивают – пришли добровольно. Нас никто не заставлял, чтобы прям вот кто изъявил желание, решил привиться. А есть такие коллеги, которые выступают против вакцины? Ну, в нашем отделении просто недавно переболели сотрудники, поэтому как бы атак нет. Но среди медиков я как-то не слышал таких разговоров в моем окружении. Чего не скажешь об основной массе россиян. Согласно самым свежим данным Левада-центра, 58% жителей страны не готовы прививаться вакциной «Спутник Ви». А для тех, кто хочет получить иммунитет к вирусу, в региональном Минздраве сообщили – записаться на прививку пока можно в четырех медучреждениях края. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком.